Большинство выходцев из Восточного Туркестана, проживающие в Стамбуле, не могут связаться со своими родственниками. Один из них – Джевлан Ширмамед, прибывший в Стамбул по программе обмена студентов в 2011 году. После окончания университета Джевлан устроился на работу в качестве туристического гида. Мужчина совершал поездки и знакомил туристов из Китая со Стамбулом. «Последний раз я разговаривал с родителями через мессенджер WeChat 11 января 2018 года. Однако через несколько дней без объяснения причин мои родные удалили меня из списка контактов», сообщил мужчина корреспонденту информационного агентства Deutsche Welle. Многие выходцы из ульгурского региона, родные которых также исключили их из списка контактов и прервали с ними связь, считают, что на такие шаги их семьи пошли из-за давления китайских властей. В ноябре 2019 года мужчина узнал, что годом ранее его родители и брата отправили в лагерь перевоспитания. В декабре 2019 года его отца и брата освободили. По какой причине его мать до сих пор находится в заключении, мужчина не знает. Известно только то, что ее осудили на 5 лет. Джевлан считает, что это связано с визитом в Турцию, которую она посетила в 2013 году. Несмотря на то, что его мать посетила Турцию в составе туристической группы с официальным разрешением на выезд, Китай включил Турцию в список подозрительных стран. Согласно последнему докладу регионального комитета здравоохранения, число пациентов, инфицированных китайским вирусом в Восточном Туркестане, увеличилось до 235. За последние 24 часа было выявлено 57 новых случаев заболевания. 11 из них в Урумчи, 2 в Санчи, 1 в Кашгаре и еще один в рядах гражданской армии Китая, дислоцированной в Ибургском регионе. 13 пациентов находятся в реанимации, трое из них в критическом состоянии. Утверждается, что среди 235 человек было выявлено 165 пациентов с бессимптомной инфекцией. По предварительным данным, в общей сложности на карантине находится 8809 пациентов. Больше всего опасение активистов из Восточного Туркестана вызвало появление инфицированных COVID-19 в концентрационных лагерях, которые являются средством угнетения и ассимиляции уйгуров и других тюрков. Посылки с неизвестными семенами и маркировкой ювелирные украшения получили сотни американских граждан. Надписи о том, что в посылке содержатся ювелирные украшения были сделаны на китайском языке. В американском министерстве сельского хозяйства заявили о нескольких случаях получения незаконных посылок, содержащих китайские семена. Министерство внутренней безопасности совместно с Министерством сельского хозяйства начало расследование с целью остановить проникновение в страну запрещенных семян и защиты сельского хозяйства страны от инвазивных насекомых и вредителей. По словам некоторых американцев, на пакетах с семенами имелись надписи о том, что внутри содержатся украшения, игрушки или беспроводные наушники. Министр обороны США Марк Эспер объявил о планах вывода около 11 900 американских военных с территории Германии. 6400 из них вернутся в США, а 5600 будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, Эспер сообщил, что Вашингтон планирует оставить на территории Германии до 24 тысяч военных. Эсперт также сообщил, что войска страйкера будут развернуты в Черноморском регионе и отметил, что для укрепления позиций США Пентагон направит в Италию один авианосец. При этом он не исключил переброску части военных в Польшу при условии выполнения требований США. Верховный суд Малайзии признал бывшего премьер-министра Насима Розака виновным в коррупции. На первом слушании дела, которое стало поворотным пунктом в борьбе с коррупцией, Розак был признан виновным по семи обвинениям и приговорен к 12 годам лишения свободы. После того, как бывший премьер-министр вступил в должность в 2009 году, он учредил Государственный фонд развития экономики и лично контролировал функционирование фонда, во владении которого находились электростанции, энергетические компании Малайзии и Ближнего Востока, а также недвижимость в Куала-Лумпури. Розак предстал перед судом по семи обвинениям, включая злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег, нарушение закона, хищение 10 миллионов долларов из CRC International, которая является дочерней компанией Государственного фонда развития. В свою очередь, Насим Розак заявил, что невиновен и что дело сфабриковано его политическими оппонентами.